На входе в спарно-батевградской женщина-охранник проверяет дресс-код покупателей. Со вчерашнего дня без масок вход воспрещен. Я предлагаю приобрести маску на кассе. Говорю, у нас продаются маски на кассе, они приобретают. Бесплатно? Нет. Маска за деньги сегодня продаются маски. Два дня были бесплатно. Как люди реагируют? Пока все нормально, адекватные. Администрация магазина почему-то говорить отказывается и прячется от камеры. Мы комментариев никаких не даем. Вот у нас на кассе маски, пожалуйста, вот здесь вот вы все видите. Больше я вам сказать ничего не могу. Какую цену маски? 30 рублей. Наконец удается выяснить, где именно лежат маски. Правда, как их купить, не нарушая очереди, непонятно. На вид они обычные медицинские, поэтому и платные. Но платить за это хотят не все. За свой счет, почему я должна маску покупать? Если их нету, в магазине, в обычном магазине я должна покупать. А как должно быть? Как считаете? Ну, я не знаю. Я считаю, что маски должны раздаваться бесплатно. Для экономных покупателей есть бюджетный вариант защитных масок. Гипермаркет Лента предлагает заняться рукоделием. Есть и ножницы, и ткань. Зато бесплатно. Одноразовые защитные маски, которые, согласно схеме, покупать не может. То есть они самостоятельно, да? Да, это делается самостоятельно, потому что маски без индивидуальной. Да, вот упаковочки, чтобы лишние ручки не трогали. Главное – не изготавливать маску на себе. Это чревато отрезанной частью тела. Если у вас есть время, следуя подробной инструкции, можно смастерить пару штук. Заодно натренировать мелкую моторику. Но получиться может не сразу. Не знаю, насколько безопасно, но точно неудобно. Почему? Ну, потому что она слетает. Вы чувствуете себя в безопасности с такой маской? Не совсем. В большом магните на Химаше скорее пародия на маске. Из плюсов – отверстие для ушей. Из минусов – головы у всех разные, а расстояние между прорезями одинаковое. Ткань с разрезами получилась? Абсолютно верно. То есть фактически таким вот образом используется покупатель. Исключительно только одноразовый вариант. Федеральные сети по большому счету оставили свои местные подразделения один на один с новыми требованиями республиканских властей. Можно ли назвать все эти изделия средствами защиты – вопрос риторический. Константин Курбатов, Артем Руденко. Наши новости. Константин Курбатов